Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр и мы сегодня поговорим о картофеле. Можно ли еще увеличить урожайность картофеля в эту пору? Потому что многие считают, что уже поздно. На самом деле они глубоко ошибаются. Ну, во-первых, мы увеличим урожайность картофеля не только в этом году, но и в следующем. Что необходимо сделать? Значит, на семенноводческих посевах производственных участков занимается, есть такое понятие, сортовая прочистка. Так вот, они идут, удаляют, все выкапывают клубни, которые не типичны для данного сорта. А вот на нашем участке мы сделаем немного по-другому. Эту сортовую прочистку мы сделаем в другом варианте. Мы пройдем и выкапываем все кусты, которые больные, которые повреждены болезнями. Эти кусты как бы немного на участке, но смысл. Если сейчас мы купим эти кусты, значит, они сейчас очень заметны. Ну, мы получим молодой ранний картофель, это плюс этого способа. А второй плюс, что все эти клубни никогда не дают высокого урожая. Они дают клубни размером семенные. Поэтому, если мы будем копать картофель агулом, на все эти клубни пойдут на семена. И наш любой самый хороший сорт выродится. Поэтому самую первую работу, которую я советую, чтобы увеличить урожайность, это пройти и сделать такую прочистку. Поудалять подозрительные и заболевшие клубни. Выкопали, вот вам и ранний картофель. Вдобавок, при этом, мы освобождаем место для живых, для здоровых растений. И эти растения будут расстаться более пышно, и, соответственно, будут давать более крупный урожай. Следующее, о чем также многие наши дашники забывают. Потому что погода в Беларуси очень переменялась. И вот от начала цветения и до увядания ботвы картофель очень нуждается во влаге. Поэтому, конечно, на больших площадях полить картофель – это трудно. А вот на своем маленьком участке вы можете сделать. Но делать полив тоже, не ошибайтесь. Не надо поливать все под рад. Достаточно пустить в воду борозды. Пустили в воду борозды. Она, во-первых, не так будет испараться. И она будет усваиваться растением. Потому что корни будут идти вглубь и будут брать влагу из почвы. Ну, тем более не забывайте, что после полива, если ваш картофель не сомкнулся, борозды придется прорыхлить. Потому что если не прорыхлить, вся влага уйдет, и эффекта будет ноль. Ну, если у вас ботва сомкнулась, поэтому смело напускайте в воду. Растение скажет вам только спасибо. Урожайность будет при этом очень-очень отменная. Следующее, что еще можно сделать для того, чтобы вылечить урожай картофеля в два раза, это подкормить наш картофель. Чем кормить картофель? Мы его кормим хлористым калием. Из расчета 80 грамм на 10 литров воды. Берем, растворяем нужное количество удобрения. Ну, и серонокислый калий не советую вам использовать, потому что хлористый калий дает лучший эффект, чем серонокислый калий на картофеле. Поэтому по ботве прошли с опрыскивателем, опрыскивали наш картофель. Это будет способствовать лучшему оттоку питательных веществ из ботвы в клубень. Соответственно, клубни станут более полновесными, более тяжелыми. Ну, и урожайность наша, конечно, будет повышаться. Ну, и также, что еще сделали эти работы? Что еще можем сделать мы такое более доступное? Из более доступного способа я замечу, что многие, как бы, не знают, что урожайность картофеля возрастает, и возрастает сильно, если примять ботву. Потому что растения, как бы, вот растут-растут, потом начинается фитофтора, и начинают листья увядать, растения начинают подсыхать, и отток питательных веществ идет очень, как бы, слабо. Так вот, для того, чтобы протянуть этот процесс во времени, и больше времени, чтобы питательные вещества поступали в верхней части к клубням, значит, мы сделаем одну очень простую операцию. Берем садовые грабли или любые грабли, я вам тоже это покажу, и сделаем приминание ботвы. Ботву примяли, травмировать сильно ее не надо, просто примяли ботву, положили на землю, и вот все питательные вещества постепенно начинают уйти в клубни. Ко времени, пока появится фитофтора, наши клубни уже довольно значительных размеров, и урожайность будет очень хорошая. Поэтому, если вы учтете вот эти четыре момента, которые я вам назвал, значит, урожай картофеля вас очень сильно порадует. Несмотря на то, что уже, как бы, мы прошли макушку лета, уже на улице конец июля, даже уже начало августа, вот эти приемы очень помогут. Сделайте так, и вы будете отблагодарны большой-большой урожайностью. И картофель будет не только больших размеров, но и очень вкусный. Приятного аппетита! До свидания!